Камбоджа Вершина острова – гора Као-Джом-Писад, почти 750 метров над уровнем моря. Местная флора заметно отличается от материковой. Внизу – пальмовые рощи, на высоте – заросли тиковых деревьев и лиан. С каждым метром подъем становится опаснее. И даже наши проводники остаются у подножия горы. В Таиланде очень трепетно относятся к воде. Например, все водопады охраняются законом, и вокруг них формируются национальные парки. Одни из самых доступных водопадов находятся здесь, на острове Ко-Чанг. 410 квадратных километров действенных джунглей и скал. Дорога обрывается на полпути, и дальше нужно идти пешком. Зато на вершине скалы путешественника ждет величественное зрелище – водопад Плу. За секунду несколько тонн воды обрушивается с высоты 500 метров и заполняет собой гигантскую расщелину. И таких водопадов на острове несколько. Добраться до источника водопада без альпинистского снаряжения практически невозможно. Дело в том, что он питается не от родников. У него вся вода дождевая. Название водопада Клонг Плу означает «канал, рассекающий гору». В сезон дождей вода скапливается в огромной чаше на вершине. С тайского Ко переводится как «остров». Чанг означает «слон». Очертания острова и вправду напоминают голову слона. Сиам по-тайски означает «человек неоткуда». Происхождение народности Тай действительно загадка человеческой истории. В тайском языке одно и то же слово в зависимости от произношения может иметь прямо противоположное значение. Европейцы стали произносить Сиам на свой манер, что воспринималось тайцами как черный человек. После Второй мировой войны страну переименовали Таиланд – земля свободных людей. Тайские юноши приводят к водопаду девушек, чтобы показать свою доблесть. Прыжок с ответственной скалы – своеобразное признание в любви. Кстати, молодежь купается только в футболках и шортах. Купальники-плавки считаются неприличными. Купальники-плавки считаются неприличными. Еще два года назад на Чанге не было никаких дорог. Да и сейчас на юг острова можно добраться только по грунтовке. Рыбацкая деревня Бангбангбао. Древний уклад жизни здесь причудливо сочетается с достижениями современной техники. По дну моря проложили кабель. Теперь в деревне есть электричество. Этот бетонный пирс – центральная улица. К нему жмутся дома на сваях, бунгало. Четыре стены с крышей из пальмовых листьев. Современный телевизор. Рядом женщина жует бетель. Его пряные плоды и листья используют вместо зубной щетки. Говорят, король пытался отменить эту традицию. Но пожилые тайцы так и не изменили привычки. Помощник старейшины приглашает нас в ресторан, который принадлежит всей общине. Его построили, как только появились первые туристы. Нашей деревне больше полувека. Еще до Второй мировой войны здесь поселилась первая семья. Видимо, это были вьетнамцы. Название Бао от вьетнамской фамилии. Теперь здесь живет 130 семей. Два года назад к нам проложили шоссе. С одной стороны, мы рады. Открыли сувенирные лавки, даем лодки в аренду. Но волнуемся о будущем. Все очень быстро меняется. Такого никогда не было. Иностранцы покупают землю, дома. Ландшафт сильно изменился. А сейчас сезон дождей. В это время далеко в море не выходим. Сезон дождей ловят креветок и кальмаров. Сети ставят прямо под домами. Далеко в море, за большой рыбой, уходят в холодное время. С декабря по март. Для нас делают исключение. Сегодня ночью уйдут на 100 миль и возьмут нас с собой. Правда, в компании наследственных рыбаков мы выглядим несколько нелепо. Без подробного инструктажа не обойтись. От палящего солнца спасет вот такая шапочка. В трюмах хранят лед и соль. Палуба очень низкая. Так что, если запутаемся в канатах, запросто можем выпасть в открытое море. Нормированного рабочего дня у рыбаков нет. Кто-то ловит рыбу ночью с помощью фонарей. Но в основном выходит засветло. Это около пяти утра. Идти в море достаточно далеко. До места рыбалки плыть примерно около часа. За это время рыбаки успевают поспать. Здесь есть все необходимое. Палубы трехуровневые. Внизу подо мной одна. Здесь вторая. И сверху еще третья. Тропическое солнце заходит очень быстро. Как будто кто-то выключил свет. Моряки успокаивают. Акулы здесь небольшие. Но катер подпрыгивает на волнах так, что страховочные веревки постоянно выскальзывают из рук. Качка долго не позволяет подойти к рыбацкой шхуне. Ловим момент, когда борта сойдутся. И прыгаем через черную пропасть воды. Традиционная тайская рыбацкая лодка называется Пламо. Сегодня не самый удачный улов. Ребята несколько раз забрасывали сети и вынимали их полупустыми. Дело в том, что здесь принято ловить рыбу на свет. На длинных шестах вывешивают яркие лампы, и рыба подплывает к сетям. Но сейчас слишком полная луна. И рыбе так достаточно света. Поймали одну большую рыбу из ката среднего размера. Правда, еще вся ночь впереди. Такая рыба – настоящая удача. А у ската ценится не только мясо, но и плотная шкура. Из нее выделывают удивительно прочные и красивые вещи. Добычу только присыпают льдом. Тайцы поражаются, узнав, что в России едят мороженую рыбу. Здесь на столе всегда только свежий улов. Что не употребили за день, просто выбрасывают. Раз за разом из бесконечной сети выбирают всего несколько кальмаров. Скупщики на рынке возьмут их по 90 бат. Около двух долларов за килограмм. Придется работать до утра. Утром. 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 Утром мы не встретили наших знакомых в деревне. Ла Мо ушли в Бангкок. Сейчас на острове туристов мало и продавать кальмаров просто некому. Рыбаки починят сети. Приведут в порядок корабельные снасти, сменят в трюмах лед и соль, чтобы ночью опять выйти в море. Рыбацкое счастье переменчиво. Может быть, за теми островами их ждет большая рыба. Где-то там ждут и нас необычные приключения. То, что мы увидели, только тысячная доля от подлинного нетуристического Таиланда. Древний Сиан по-прежнему таит немало интересного и загадочного. Все еще в передней. Древний Сиан по-прежнему. Древний Сиан по-прежнему. Древний Сиан по-прежнему. Субтитры создавал DimaTorzok